Всем доброе утро. Не знаю, как кто. Мы не спим, одетые ходим, пытаемся шутить и улыбаемся. И так, наверное, вся страна. Кто слышал бахи? И Мишу разбудила Яна. Не обязательно одевать флисовые флисовые и сидеть в нём в квартире. Одень футболку и приготовь. Да, ты в футболке. Ты тоже можешь одеть футболку? Ты можешь лишь спать, и кто ещё? Да. Просто одеть. У меня уже не засну. Ты футболочку одела под низ? Ты так долго на улице не пробудешь, если надо будет. Одень что-то с рукавом, у вас задал лазочку, а ходи в руку. Ну ладно, так, курткой всё. В общем, одели. Сейчас застилаем кровати и ходим, как дурачки, одетые друг за другом. Позвонила Анютке в Киев. Я начала говорить. Яна Мишке позвонила, в принципе, говорит, у нас бахает в Киеве. То есть всё. И вот так вот, наверное, сейчас во многих семьях, когда с утра подняли детей, одели и просто сидят все. Пакет с папками, папки с документами. Я даже не знаю, чтоб у одного они были, или сейчас детям в рюкзаки положить. У нас в рюкзаках-то только зубная паста, щетка, да папки с документами. Особо бежать нам некуда. Типа там дом, подвалы. Пока что так. Сегодня в 5 утра утречка началось, конечно, грустно. Яна разбудила Мишу, я уже говорила, в панике, в кипише у нас. Огу поют. Воздушка, сирена. Ну, всё, в принципе, похоже, как у всех. Держимся. Как-то держимся. Я вообще не знаю, это так страшно. Это хуже, чем когда была Абхазия, потому что сейчас такая техника и такое оружие, что ты просто думаешь. Знаете, вот у меня мысли, господи, не хочу говорить какие мысли, хочу показать вам стадион, поднять настроение. Девочки, берите пример с вот этой женщины. Глупают, не глупают. Человек на стадионе. Скорее всего, она на стадионе. Удивительно, я вчера вечером тоже хотела пойти на стадион, побегать, как бы мысли в порядок привести. Вот, не знаю, на работу сейчас кто-то отменяется, кто-то не отменяется. Это понятно, какие нафиг ногти и ресницы. Но, 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 но. Не знаю. Думаю детям сказать, что им делать, если кого-то не станет из нас. И так не хочется их пугать заранее. Хожу еще кожаный рюкзак. Минут 20 его еще всю кладовку выперла. Просто в это нетрудное время, нелегкое. Хочу показать минутку позитива. Рюкзак Михаила нашего. Он собрался перчатками. Утром. Мама, которая, соберите рюкзачки, соберите рюкзачки. Просто рюкзачки, зубную щетку, пасту, трусишки, носочки. Ну и все, и документы. Миша. Чисто наш Миша. Он боксерскими перчатками будет. Викуся, что ты ищешь? Крабики. Викуся собирает заколки, крабики. Это очень важно. А зачем ты их собираешь? Я сначала собрала все свои вещи. Ты меня на полусе. Потому что ты вещи собрала. Ты еще платье бальное положила. Доча, платьюшка. Я говорю, дочь, зачем тебе заколки? А если снаряд попадет в дом? Ну, конечно, ты будешь на улице сидеть и делать прически. Крабиками. Быстро. Вы ее тянула половину. Трусы, носки, зубная паста, чтобы с рота не воняла. И все. Пачка сухариков и это. Только не хлин. А куда я? Я. Ласку с собой в рюкзак. Еще один рюкзак готов. Мама саморазумный человек. Короче, мама очень длинная. И в таких ситуациях ее мозг это просто вообще огонь. Заклеивает скотчем окна. Для чего? Если будет волна, то... Чтобы не потрескались окна, чтобы осколки не были. И она еще другим подсоветовала это сделать. Короче, да. Сейчас только нужно все держаться вместе. Не ссориться, не кричать, ничего. И спокойно делать все хорошо. Делать все хорошо. Да, включай камеру. Подкрасилась, вышла на улицу. Куплю стирального порошка. Зубной пасты. Взяли баклажку. Воды наберем. Такое. Детки гуляют. Голуби летают. Травка зеленеется, лунышко блестит. Да. Я смотрю, кстати, на окна домов и понимаю, что, наверное, одна я только в окна заклеила скотчем. А что это такое? Ты где-то бы увидела это? Это всегда так делают. Ты где-то это увидела? Ты же не родилась твоя мысль? Нет. Ты где-то нашла? Откуда ты это знаешь? Я не знаю. Я знаю, что надо Волчевске так... Так я приезжала, когда Волчевск за вещами. Ты же ездил домой. Там вообще не снимали этот скотч. Сверху наклеивали и наклеивали. Причем белый бумажный. Вот этот малярный. Он лучше держит. Ну, просто, чтобы стекла не летели и даже не поранить. Взяла зубную пасту. Порошок взяла. Пока все идет. Зали трошки еще там, взяли продуктов. Посмеялись в банкоматы. Очереди большие. Миша говорит, давай колбаски возьмем. Я говорю... Сейчас женщину тоже женщина сидит, грузиночка, торгует, плачет. Там у меня сразу слезы наворачиваются. Миша ей, не плачьте, все будет хорошо. Я говорю, да блин, с Абхазии уезжали, с Луганской области уезжали. Теперь все, круг замкнулся. А Миша, говорю, Миш, что эту колбасу брать? Наверное, в Абхазии целую зиму на каштанах продержались. Каштаны и чинари, надо орехи брать. А колбаса что? Извиняюсь, сожрал, выкакал и все. Вот орехи, там, изюм. Ну, реально всю зиму в Абхазии на каштанах. И чинари еще. А Миша говорит, тут не такие каштаны. На этих каштанах долго не выстоишь. Если что, и сразу помрешь. Ой, господи, унывать не надо. Не надо унывать. Качинку берем? Да. Взяли кошечки еды и наполнителя. Кошечки нормально так взяли. Если у нас закончится, будем кошкину грызть. Шутка, конечно, ну а как без шутки? Ласку затарили. Так, мы дошли домой. И пока я иду, я так смеялась. Потому что Миша несет два пакета. Муж. Я сзади с порошком. Я говорю, Миша, я сейчас иду и представляю. Я просто Елисея перед этим послала в ближайший магазин. Говорю, ну когда бахало. Когда бухает, то оно ты какой-то куку. Говорю, сынок, пойди купи две пачки сухариков и две пачки бубликов. Он пошел и две пачки рафинада. И он пошел, и он еще не взял с собой пакет. Я открываю дверь. Во-первых, он стоит, вот это все обнял. И он похож не на того, кто скупился, а как будто украл где-то. Или ему дали, знаете, вот он дали. А второе, это то, что я вот представила, стоит датына на кассе. Две пачки сухариков и бубликов. Знаете, тут такое жалкое зрелище. То ли больше не на что, то ли, ну вот тут реально как-то... Фух, так вроде чуть-чуть. Поэтому вы решили закупиться, да? Ну я чуть-чуть купила. Ласки купили еды. Говорю, если у нас подзакончится, перейдем на Ласкину. Что делаю я? Варю борщ. Ставила четвертинку куриную. Сейчас картошку буду чистить. Сварю борщем. Сварю борщем, чтобы занять руки. Варю борщ. Девочки, варим борщ. Варю борщ. Уже закипает. Сейчас капусточку режу. Иногда наворачиваются слезы. Все, что могу сейчас сделать, это наварить борща. Зачем столько масла? Масляное. Это чеснок. Это больёшь. Ну, помазуха. Кто-то помажет, я не знаю, кто-то не хочет. Да? Все немного базарного. Угу. Ну ладно. Не буду. Ложить. Жарю пышки. Вот у этого марка, видишь. Надо много лупить. Хлеба нет. Лопышка. 315. Хлеба нет, нажарила пышек. Сейчас муку приберу. Ждем Яну. К обрешне не подходит, а сам лупишь. Ждем Яну с родителями. Она с Киева. Едет. Смотрите, сегодня такой первый день. Тяжелый. Немножко. Морально. Я как бы делаю то, что надо, то, что должна делать. У меня дома пахнет пышками. Сейчас делала кушать и подумала, а я прививок наделала. Вы бы знали, куда я собирала. Куда я только не собиралась. В первую очередь я собиралась домой. В Луганскую область. Сейчас, конечно, туда ехать вообще не вариант в плане дороги. Дороги все, ну куда. Я в конце февраля, после Мишной Днюхи, должна была съездить домой. Пока не еду. Зато с прививками. Наделала прививок. Сейчас уже ни в новостях, нигде никто за корону не вспоминает. На Ютубе у меня зрители из вирусологов плавно перешли в политологи. Одни и те же, кто очень хорошо разбирались в коронавирусе и вирусах разных. Сейчас очень хорошо разбираются, что происходит и что зачем. Все, ждем гостей. Садимся кушать. Поплакали, наварили борща. Покушали. Доченька перемывает посуду. Я сейчас вымою печку. Настроение так себе. Переживаем все. Думаем. Не хочу ничего лишнего сказать. Просто ничего лишнего. Не хочется поговорить. Хочу у меня мира и жить.